Внимательно, ребята, сейчас смотрите, куда поедет этот игрок на Т-34-85М. И какую обалденную позицию он покажет уже через несколько минут. Ребят, это будет вообще просто красота. Вся вражеская команда, они даже не будут понимать, как он их разбирает и откуда идет огонь. Внимание сейчас на экран, вы будете очень удивлены, тем более карта у нас довольно интересная. Здесь, казалось бы, все предельно понятно, но сейчас будет кое-какая хитрость. Итак, посмотрите, как уже сейчас, с самого начала боя, он просто уверенно чешет по J-линии на линию боя, на центр. И прям вообще не боится проезжать, посмотрите, проезжать вперед на вражескую уже половину, падать сюда вниз. Хотя здесь довольно много упарантов частенько и можно очень сильно отхватить, если враги вот так же взяли бы и сделали и толпой сюда скинулись. Тем более здесь сражение с семерками и можно сказать, что он внизу списка находится. И смотрите, какие кусты занимает. Он становится здесь в кусты, за вот этот домик, отъезжает на более-менее безопасное от них расстояние и начинает наяривать по вражескому японцу, который толком даже не понимает, откуда огонь. Но стоит прям быть внимательным, во-первых, в этих кустах, потому что посмотрите, наш союзник на Т-52 уже улетел в ангар, так что здесь не все так просто. А он вроде бы, ну почти на той же точке находился, но не совсем. В итоге удается дать несколько неплохих выстрелов. Также на центре подсвечивается HTC. Видно, ее бок, может туда удастся тоже зашвырнуть. Выезжаем и посмотрите, прострелы-то один за одним появляются. То есть уже 382 дамага, а это только начало боя. Выезжаем еще чуть-чуть поближе, впереди АМХ М4 стоит. Ну давай, 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 кого-нибудь по 12Т сейчас нужно разряжаться. 12Т-шника видно, залезет, нет, не залетает по АМХу. Там, кстати, союзники хорошо сыграли. Во-первых, они отбили нижнюю половину карты, и это, можно сказать, плюс. Потому что иначе мы бы здесь так нагло не стояли, не накидывали. Но счет все равно какой-то неблагоприятный. 1-3, может сейчас удастся добрать АМХа, да, бедный 12Т. Как же, как он там неудачно на каток этот попал? Так, теперь может по японцу. Ой, посмотрите, еще и засвет делает. Впереди Файрфлай. У него 840, и пошла опять дамажечка. И разве данные нам дают? Ну, посмотрите, как хорошо действует. Это вообще просто сказка. Так, Пантеру не видно. Или видно, пытается блайнить куда-то, непонятно. Так, сзади там пока, в принципе, Лео и Т-43 дело контролят это все. И опять, посмотрите, засвет. Опять у нас в прицеле Файрфлай. Он, правда, тут же откатывается, но зато выкатывается АМХ, и ему тоже в башню мы закидываем. И уже 1380 дамага, ребята. За 3,5 минуты боя это неплохое достижение, я вам скажу. Еще один шот по Файрфлай. У него уже 52, и походу, американец сейчас улетит в ангар, толком даже не поиграв. Так, сравниваем счет. 4-4. Япошку не так просто прострелить. Да и он там прячется вроде за укрытием. Поэтому взгляд на него наш 85 не отправляет даже. Так, пантера. Может, ее получится нащупать? Не, кстати, вот тут он как-то подозрительно четко прострелы видит. Хотя впереди кусты. И по идее же, по идее же, вот тут толком непонятно, где это то и, а он даже его не выцеливает. Ну да ладно. Вообще пересводится, гляньте, куда он пересвелся в самый верх. Ладно. Давайте смотреть, что же дальше. Там наша Шкода союзная. Молодец. П-43 Тер добирает. И сейчас нужно, наверное, менять уже акцент. Оба! Ну а тут еще и артовод появляется подарочный. Неожиданно вообще нарисовался коричневый друг. Так, японца выцелить не получается. Ну он там ныкается четко за камнем. Или зачем? За домиком каким-то. В это время счет уже, кстати, 7-7. Более-менее равны идут команды. Пока непонятно вообще, в чью сторону преимущество. Но наш игрок четко выдерживает вот эти кусты. И посмотрите, такая вроде бы, на первый взгляд, неброская в глаза позиция. И такой неплохой результат дамага. Хотя, опять же, если будете в эти кусты проезжать, очень внимательно, ребят. Потому что вот вам пример неаккуратности на этой позиции. Т-52 чуть-чуть не так встал. То есть, посмотрите, этот 85-й, он не снизу находился, а проезжал прямо туда под домик. Видимо, потому что там, если снизу, там кусты какие-то дырявые. А если подъехать ближе под домик, как раз-таки и появляется, во всей видимости, неплохой прострел. Так, смотрим, что же дальше. Дальше он занимает новую вообще позицию. Желательно добрать СУ-100М1, конечно, здесь, потому что она сильно мешает играть дальше. Если ее здесь не уничтожить, будет фактически отсекать целую лидню. И мы не проедем туда, к Т-52. Ладно, СУ-100М1 не видно. Да и ПТ-шка опасная. Седьмого уровня на 85-м против нее будет вообще, в целом говоря, непросто. Но он, походу, хочет рисковать сейчас выезжать. Или нет? Нет, посмотрите, стоит. Вроде хочется и колется. Хочется выехать уже на эту... Но он ждет все-таки, когда какой-то более рисковый союзник этим займется. И вот появляется СУ-122-44. Она начинает давить вперед. И мы просто устремляемся следом за ней. Ну давайте уже выезжайте. Кто-то танканите эту ПТ-ху. Да, задавим направление. Потому что у нас на другом фланге вообще полнейшая беда. Вот поехали союзники. Поехал наш 85-й. ПТ-шка по нему отстреливается. И, по идее, сейчас 22-44 должна сравнивать счет. Снимать СУ-100М1. Как вы ее не сняли еще, блин? Они сейчас оба сольются, ребята! А этот не хочет им помогать. Он, видите, он выбрал себе другую цель. Нашел вражеского АМХа. И пытается сейчас отрабатывать по нему. Кстати, посмотрите, шьется. А что делает вообще АМХ? Вы видите, что он делает? Он бортом вдоль карты туда-сюда катается. В этот борт ему насовывают. Он поворачивается, разворачивает другой борт. И готов туда тоже принимать. Интересный этот 49, конечно. Так, там впереди Японец. По нему зашвыривает наша арта. И, опять же, можно снова наносить дамаг. Не, вы посмотрите, как шьет Т-85М. Как же шьет с какой завидной скоростью. Все залетает. Все пробития вообще. И уже три косаря дамага. Правда, там так наши два пацана и не смогли уничтожить эту СУС-ТМ-1. Вроде они были оба почти фуловые. Там шотная эта ПТ-ка. Почему они так и не выехали на нее, я не понимаю. В итоге у одного теперь 9 хп, у другого 127 еле дышат. У нас на базе Шкода там делает свое дело. И уже 9-11. Ну давай хоть один выстрел-то закинем по Шкоде. Ну неплохо. По дамагу идет неплохо. Но вот другой вопрос, что союзники начинают резко заканчиваться. И все это плавненько движется к сливу. Но заметьте, что он до сих пор упорно держит свою позицию. Вот здесь, за этим домиком. Вот в этих кустах. И одна, ребята, оказывается, реально так жестко работает. Уже прошло 9 минут. И он все это время здесь. Ладно, все-таки надо ехать помогать. Потому что сейчас арта доберет наших пацанов. Там они уже на ладом дышат, эти два ребят. Давай, давай. Т-34-85. Выезжай вперед, снимай СУ-101. Потому что если это не сделать, два союзника отлетают у нас. Поехал. Вот почему эти двое не могли вот так вот выехать и так сделать? Вот это. Почему они там стоят, тупят уже минут пять? Интересно, конечно. Но, тем не менее, 11-12 немножко догнали в счете. Правда, тут же резко все становится опять погано. Ребята, союзники все улетели за 30 секунд. И остается наш 85-й в одиночку против четверых врагов. И уже, кстати, на его счету 3-607 дамага. Неплохо, кстати, поиграл в начальную фазу боя. Но теперь нужно... Неужели он едет в те же самые кусты? То есть, эта позиция, она реально работает. Но, опять же, ребят, если будете... И работает-то как? Посмотрите, он засвечивает АМХа прямо на его базе фактически. Не, имбовейшие. Имбовейшие кусты просто. Так, сейчас АМХ будет дальше проезжать. И опять ловит за свет он. А 85-й наш не светится. Нужно добирать. Давай, давай, давай. Промах очень обидный был. И чуть не получили в ответку. Да, опасный, опасный. Сейчас финал, ребят, намечается. Поэтому, пока есть у меня немного времени, я хочу вам быстро напомнить, что спонсоры этого видоса, ребята, с крутого сайта ВотКит, где вы можете прямо сейчас выиграть 5000 золота вообще на халяву. Для этого переходите по ссылке, которая находится, ребят, в закрепленном комментарии к этому видосу. Или ставьте в самый низ сайта. Там, собственно, жмете кнопку участвовать и можете отхватить 5000 голды. Также там крутые кейсы. Если будете открывать, ребят, обязательно при пополнении вводите мой промокод. Если будете счет пополнять, обязательно используйте мой промокод. Он даст вам бонус. Очень хороший. Всем. Так что вот промокод и ссылка на ВотКит. Все в закрепленном комментарии, ребят. Также хочу напомнить вам, что в этом видосе проходит розыгрыш голды еще и от нашего канала. Можно тоже 5000 золота урвать. Поэтому для участия в этом розыгрыше тоже подписывайтесь на канал. Там, врубайте колокольчик. Жмите лайчинский. Ну и оставляйте позитивный комментарий с вашим игровым ником. Там и одет в контакте для участия. Ну и серьезно, ребят. Так, позиция классная. Сыграл парниша очень жестко. Уже 3700 дамага. Если сейчас затащит, будет вообще герой. Давайте его тоже лайком поддержим. Ну и ребят, кто не подписан на канал, пожалуйста, спускайтесь вниз, подписывайтесь. А мы переходим к финальной части боя. Вот сейчас по Ц линии чешет наш 85-й, потому что понимает, что бороться с Т-52 при наличии у врагов двух целых артоводов будет очень тяжело. Поэтому первым делом нужно выкатить этих коричневых. Союзники там пытаются что-то насоветовать. М44 впереди. А ну-ка, давай, 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 лови арту. Раз. 306. 9 хп оставил. Ай-яй-яй-яй-яй. А что же делать? А она промакивается. Куда же ты отстрелялась, глупая? Надо выезжать сейчас. Выезжай, выезжай на нее. Сейчас откадешится. Сейчас она откадешится. Продешится. Ой, ребята, опасно. Если сейчас подсветится, прикиньте, Т-52 рядом. Сразу же нам даст. Так. Аккуратно выезжает по Ц-1. Артовод здесь стоит, смотрит на нас. Ну, реакция 85-го выручает. И мы его спокойно пакуем в ангар. Но бой не закончен. Остается еще два противника. И, ребята, у нас пошел захват базы к тому же. Что же ты сейчас будешь делать? Поехали. Поехали, ребят, на сбитие. Шесть фрагов, кстати. Уже медаль воина у него в кармане. Но хочется затащить. Хочется восемь фрагов. Потому что, ну, во-первых, не каждый бой на Т-34-85М показываешь 4000 урона. Это, ребят, я скажу вам, уже приличное достижение. Т-52 справа от нас на центре. Мы тоже в засвете. Арта сейчас будет сводиться. Аккуратно надо. Есть шансы попасть. И он попадает. Минус ЛТ-шник, ребята. 50 секунд до конца. И вот одна финальная развязочка пошла. Артовод не съезжает. И, по идее, мы его должны просто пересветить сейчас. Ведь до конца боя всего одна минута. Артоводу надо было уехать сейчас. И ничья была почти у него в кармане. Где-то заныкаться. И все. И угадаю. Налево или направо поехал. Вообще куда? 21 секунда. Ой, ребята, капец. Вот это развязка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И сбиваем все-таки базу. И берем 8 фраг и победу. Давайте итоги глянем. Вот они итоги, ребята. Обалденная позиция была в начале. Видим, что результаты просто ошеломляющие. И в итоге это 4600 урона, 8 фрагов. Гора опыта и гора медалей. Игрока поздравляем. А сейчас, ребята, у вас вверху справа появляется видос, где игрок взял во взвод девушку на КВ-2. Девушку Лиду. Зацените, это жесть. Вон, вверху справа сейчас. Все давайте, все быстрей, быстрей туда, ребята. Серьезно. Заходим. На этом все. До скорых встреч. Увидимся. Всем удачи. Пока-пока.